Подвиг во имя матери. Так называется новая книга чувашского поэта Николая Ларионова. Книга только-только из печати, уже совсем скоро она появится на прилавках. Но сегодня в гостях программа «По существу» главная героина книги. Мастер спорта Надежда Сандеркина и ее автор Николай Ларионов. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Николаевич, первый вопрос, конечно же, к вам. Подвиг во имя матери. Почему вообще взяли такую сложную тему? Как пришла идея книги? Вот расскажите, пожалуйста. Ну, она, Надежда Николаевна, мастер спорта по марафону, мастер спорта России. Победительница в многих соревнованиях. Но у нее самая значимая победа – это в городе Базель, Швейцария, 2002 год. Восьмой. Восьмой, да. Восьмой, да. Восьмой, восьмой год. Это супер-марафон, 12 часов. Она за это время пробежала 101 километр, 259 метров. Это само является таким спортивным подвигом. А кроме спортивного подвига, там еще есть гражданский подвиг. Потому что в это время, когда она была на трассе, мать была уже при смерти, онкология болела. И вот она посетила этот забег матери. И она сказала матери, если я преодолею вот эти 12 часов, добегу, мама, ты будешь жить. Вот тут такое сплетение спортивного и гражданского подвига. И меня задело это все. За душу задело. Сначала мы напечатали интервью. Она приехала после 9 лет проживания в Нью-Йорке. Приехала в город Ульянск. Записали интервью. Напечатали в газете, в Чувашской газете «Канаш». Потом в казанской газете «Сувар» в Чувашской. Потом в журнале «Таванадола» родная «Волга», здесь в Шебоксарах. А потом в это время уже возникла мысль. Оказывается, одновременно я ей предложил. А у нее тоже, оказывается, уже мысль была написать книгу. Но никак она не могла начать. Все совпало. Все совпало. И вот мы договорились, она уехала и присылала мне аудиозаписи. Я эти аудиозаписи уже переделал. А вот сложно ли было писать такую книгу, тем более на расстоянии находясь? С профессиональной стороны нет, не сложно. Она все рассказала сама. Сложно было такой психологической стороны. Потому что все это, когда в таком состоянии, я не совру и не стыжусь. Я, когда писал книгу, я плакал. Да, да. Слезы шли. Я останавливался. Уходил во двор куда-то, успокаивался. Потом еще садился. Вот такие моменты, особенно вот этот девяносточасовой забег, это вообще потрясает. Даже если у автора вызывало такие эмоции, что наверняка у читателей в том числе. Ну, если нормальный человек, да, душевный человек, без слез вряд ли это почитает. Но вообще о таких подвигах во имя родных очень хочется говорить, чтобы о них знало как можно больше людей, да и вдохновлялось такими подвигами. Вот как раз это ли цель вашей книги? Вот, я вот это хотел сказать. Я хотел показать, что среди нас живут такие люди. Это пример для подражания молодежи. Что вот на таких примерах, на любви к матери, любви к родине, любви к России, любви к малой родине, вот должна воспитываться наша молодежь. Вот это я хотел показать. Главная цель была. Чтобы узнали не только я, мой товарищ или кто-то там в сети, чтобы выпустить книгу, узнал не только Чувашский народ, не только Чувашская республика, вся Россия. И вот чтобы мир знал, чтобы у Чувашского народа есть такая легендарная личность. Вот как раз к легендарной личности, Надежда Николаевна. В 2008 году, да, вы вернулись из Швейцарии с оглушительной победой. Еще раз повторю, 12-часовой забег, и вы были первой. Причем оторвались от ближайшей соперницы на 10 километров, я вчера читала. Вот это с учетом, что для вас это были такие первые соревнования в таком формате. Вот как решились бежать? Сложно ли было решиться на этом? Да, это было для меня очень сложно. Почему? Потому что моя мама при смерти лежала. Я не знала, что с тобой делать. Но все-таки я подумала хорошенько и решилась. Спросила у мамы. Я говорю, мама, мне, говорю, приглашают на соревнования. Только, говорю, нет, здесь у нас не в России, а надо ехать за границу в Швейцарию. Как, говорю, ты скажешь, так я сделаю. Мама долго даже не думала. Она мне сразу сказала, Надя говорит, я знаю, ты всегда спортом занималась, это твое. Я благословляю тебя. Можешь ехать, но я еще не ухожу. Я тебя буду ждать. И когда она мне так сказала, я при ней не показывала, конечно, я вышла, я заревела, плакала. Молилась Бога, Господи, думаю, хоть бы маму не забрал. Потому что далеко уезжаешь, все может случиться. Она действительно на грани смерти была. Девушка Николаевна, а вот что почувствовали, когда стали победителем? Когда стала победителем, в первую очередь у меня было позвонить маме. Я финишировала, я сразу руки подняла вверх, заплакала. А вообще, почему изначально вы пришли в спорт? То есть вы же мастер спорта, да? Да. Как для вас это начиналось? Начиналось это, я вообще, даже интересно. Я в школу пошла шести лет, семи меня не было. Мы с братом, у нас разница. 13 месяцев пришли записывать в школу, его записали, а меня нет. Я начала плакать. И, в общем, учительница говорит, Елена Григорьевна, давай запишем. Рано вставать, она сама бросит. Ну и мне записали. Что интересно было, первый день, на 1 сентября, когда в школу пришла, я же маленькая была там, я первый вопрос у меня был. А первый вопрос у меня был, я говорю, физкультура будет? Все засмеялись. Ну и вот, потом я со школы занималась спортом, но не бегом. Бегать я не любила, я это признаюсь. Да. А почему в итоге тогда стали? Не знаю, я до сих пор не могу вот это вот, как я пришла, бег. Для меня самый вид спорта – это лыжи были. Я очень хорошо бежала на лыжах. Ну, на лыжах вот как раз тоже же бегают. Да, на лыжах бегают, но вот это само бег, я же на физкультурах даже, вот где вот на стадионе 400 метров или там какие-то 500 метров пробежать, я не могла, я вот боялась даже вот это вот. Я говорю, ой, опять, когда же это лето закончится? Ну, типа не то, что когда зима придет, я бы на лыжах хоть каждый день. А как я пришла на марафон, это было в 10 классе, в районе проводили пробег. Сильна Нагаткина, 19 километров. И мой первый физрук, учитель по физкультуре, Солюков Николай Федорович, он ко мне обратился, говорит, Надежда говорит, надо ехать на соревнования. Я говорю, какие соревнования? Вы же знаете, я бегать не люблю. Он говорит, неважно, пробежишь, не добежишь, самое главное – участие. Я говорю, ну, хорошо, интересно, как бы район, посмотреть, как соревнования проходят. И решила я поехать. Вы не представляете, эти соревнования я выиграла. Но в итоге полюбили бегать? Сейчас вот как любите? Ну да, вот я уже давно бросила бегать. Вот я хотела еще сказать, в 2004, наверное, уже я заканчивала бегать. Так для себя я не могу сказать. Я не участвовала на соревнованиях, но формы я всегда держу. Я не ленюсь. В 5 утра каждый день стою рано утром, пробегаю, ну, сейчас, наверное, где-то 6-7. Иногда бывает до 10 километров тренировки. И в 2008, что я пробежала 101 километров, это, считай, без подготовки, можно сказать. Это, наверное, все-таки мне… Я так любила маму, я хотела, чтобы она жила. И вот эта мне любовь к матери мне помогла вот это вот добежать столько часов и выиграть. Ну, сейчас, наверное, продолжаете. Да, вот как раз заниматься спортом. Все-таки говорят, что бывших спортсменов не бывает. Да, я тренируюсь регулярно. Не только не тренируюсь, я еще каждую неделю, даже зимой, бывает у нас в Нью-Йорке снег выпадает, и озеро замерзает. Я прорубаю прорубь, и еще проруби купаюсь. Ничего себе. Баню люблю, в баню хожу, бегаю. А вот когда прочитали книгу, какие у вас были эмоции? Какие были впечатления? Вам понравилось? Вы знаете, если честно, до конца не могу дочитать. Потому что только открываю. Мне вот такое ощущение было, как будто это было вчера или сегодня. А как-то уже планируете следующую, может быть, какую-то книгу? Есть ли уже идеи? Две-три книги уже в задумках. Ну, будем жить, будем работать, и еще что мы придумаем, может быть. Ну, наверное, да, может быть, еще какая-нибудь совместная книга получилась. Если интересная тема, я же сказал, я сразу ухватился за эту тему, за сюжет. Сюжет вообще душераздирающий такой. Я хотел показать это все. Насколько получилось, пускай уже скажут читатели. Да, это все ценит зрителям. Ну что ж, большое спасибо, что нашли время. А я напоминаю, в эфире программа «По существу» мы общались с автором книги «Подвиг во имя матери» Николаем Ларионовым и мастером спорта Надеждой Сандеркиной. До свидания. Спасибо. До свидания.